Всем доброго времени суток! Наконец-то открылись все бутоны. Я могу ее показать со всех сторон. Шикарная. Это цвет нежный, лиловый. Эти шелковые лепестки. Что может быть еще красивее? Каждый раз открываются какие-то цветы и я поражаюсь их красотой. Вот это моя любимая! Вот это моя любимая! Вот поэтому, наверное, и такое разнообразие и постоянно меняется вкус и красоты много не бывает. Обалденные эти! Набрала полностью цвет эта губа. Очень красивые переходы. Ну, в общем, я показывала ее в предыдущем видео. Ну, вот так вот выглядит уже. Кустик у нее разросся и выдал 4 цветоноса. Ну, я смотрю здесь, что еще есть вот новые росты. Вот, допустим, в эту сторону она не процвела. То есть, еще такой потенциал есть у растения, что может выдавать еще больше цветоносов. Ну, пока что место еще есть расти в этом горшочке. И вот я смотрю, что она в эту сторону. Это вот, наверное, самые старые бульбы на переднем плане. И если она пойдет в эту сторону, то будет очень даже неплохо. И вот такой вот мохнатик расцвел. Ну, уже один цветонос увядает. Этот еще держится. Думаю, надо взять и срочно это дело заснять. Очень красивый такой желтый насыщенный почти оранжевый цвет. Дендробиум фибриатум. Уроженец Таиланда, Индии. Вот так вот он у меня когда-то давным-давно был посажен на такой вот кусочек коряжки. И растет уже долго. Растет долго и цветет. В том году было больше цветоносов. В этом году всего два. Ну, очень милые цветочки. Красивая бахромчатая губа. Красивые. Много тоже он нарастил новых ростиков. Они все потом со временем... Листья осыпаются и... Ну, в общем, вот такое вот зрелище. Это, кстати, гортензия. Давно она у меня не цвела. И вот в этом месте получает много солнышка. Горшочек совсем небольшой, но цветет красиво. Еще не набрала полностью цвет. Очень люблю гортензии тоже. Ну, что я не люблю, да? Также в конце сентября расцвела... Это гибрид Ванда Курви Фолия на Ванду Крестату. Сейчас цветение Крестаты. Они у меня тоже распустились. Покажу чуть-чуть попозже. Всего на два цветочка. И вот такая вот губа. Это от цитраты. Ну, а от Курви Фолии, конечно, цвет. Она красненькая, миниатюрная. И получилась вот такая вот миниатюрная, красочная Ванда. И вот Ванда Крестата для сравнения. Один цветочек, который слева уже открылся пару дней, а второй только открывается. И вот вы видите, для сравнения, они обе миниатюрные. Но губа у обеих очень интересная, на мой взгляд. И такая вот... Мне кажется, что этот гибрид, он даже как-то меньше, чем сама эта Ванда. Может быть, потому что она еще маленькая. Ванда Крестата как-то... Такие вот и листья у нее потолще. Ну, в общем, видите сами разницу. Не буду много говорить. Вот такая вот зелень-зелень здесь. И там такая вот яркость получилась. Интересные гибриды. Конечно, столько всего скрещивают, разводят, что... ...за всем не угонишься. Кстати, у гибрида такой сладкий-сладкий. Немножечко аромат. О, это я не помню, что было в том году. Пока что она не пахнет. Ну и, наконец, мой любимчик. Малыш Дендробиум. Дженкин Сиай. Я не могу поверить, что... ...в 20-м году всего было два цветочка. И вот так вот он за три года разросся. И вот так вот по кругу уже практически весь цветет. Посажен он на колбочку. Там водичка уже заросла мхом. Так пышно он расцвел в этом году. Прям красавчик. Буквально, наверное, пару дней назад, как начали распускаться цветочки. Есть еще пару бутончиков. Он постепенно наращивает цветы. Распускается чуть меньше. И потом выпрямляет эту губку. И становится таким вот очаровательным. Просто... Любимчик мой. Зимой они у меня вообще ничего не получают. Никакой воды. Стоят сухие. И потом так вот как-то солнышко весной начинает греть. Начинают бутончики вырезать. И очень-очень быстро они вырастают и открываются. Моментально. Просто за пару недель, наверное, прям на глазах расцветают. Очень люблю. На мой взгляд, очень легкие. Я не знала, как его посадить. Вот так вот было у меня когда-то. Пару псевдобульбочек. И я их посадила. И очень-очень рада. Это, кстати, расцвела опять Иванагара, Apple Blossom. У меня их две. Одна розовая, одна белая. И вот эта вот белая, кстати, уже второй раз цветет. А розовая, Springtime, она вот на заднем плане. Она еще и ни разу и не цвела. Хотя они посажены были в одно и то же время. Но здесь вот, видите, вот это вот был один цветоносик. И она нарастила эту бульбочку. Потом на псевдобульбе нарастила еще одну псевдобульбу. Маленькую. Я не понимала, что это такое. Думала цветонос. Но вот так вот она. Одну псевдобульбу на другой. И потом очень медленно наращивала этот цветочек. Ну, в общем, открылся он. Надо поменять бирочку уже. Хи-хи, ману Иванагара. Потому что уже портятся. Долго они не держатся. Красиво, конечно, когда они расцветают большими куртинами. Ну, мы никуда не спешим. Все будет. В предыдущем видео я показывала дендробиум аметистоглосом. Вот это соцветие оцветает. А эти еще никак и не распустятся. Очень долго она их растит. Ну, вот так вот и висит вся в сережках. А что открылось? Это вот такой вот цветонос у дендробиума фармари. Красивые такие прям желточки. Нежно-розовое. Розово-сиреневым. Есть еще цветоносы. Тоже растет она их потихонечку. Ну, это вот уже открылось, наверное, второй день. Думаю, запечатлю. Потому что тоже она их медленно-медленно растит. Свои вот эти вот косички. Есть у меня еще один дендробиум фармари. Ну, он растет на блоке. Вот тут вот. И почему-то он никак не зацветет. Я думаю, может быть, ему не хватает какой-то влаги. В общем, думаю, я, наверное, его вставлю в горшок. Он у меня давным-давно уже растет на том блоке. Не хотел когда-то расти в горшке. Я его посадила. Вот он сейчас растет и не цветет. Ну, а этот вот такой вот красавчик. Цимбидиум лавианум. Кстати, еще не открыл свои бутоны. Очень долго он их растит. Ну, и думаю, цвести будет долго. Такие вот крупные цветочки у него. Красивая, изогнутая. Виталий. Ну, а что меня удивило? Валкириана здесь тоже как-то вот расцвела. Не знаю, что с ней. И что меня удивило? Меня удивила дикбиана. Вот это уж удивило, так удивило. Вчера был один цветочек. Я, наверное, даже и не заметила, откуда вылез второй. Я не видела, не ожидала. Знаю, как бы, что вот по одному. Здесь еще с одной стороны. С другой стороны еще один есть цветок. Но когда я открыла теплицу и увидела, что их два, я просто обалдела. И я не ожидала, не рассматривала внутри. И вот, видите, разорвала чехул. И я аж не поверила, что здесь, думала, может быть, еще есть. Но вот нету. И здесь два. Очень-очень для меня неожиданно. Я, мне кажется, даже и не видела такого. Если кто увидел, расскажите, подскажите. Ну, я такое вижу впервые. Может быть, уже достигла какого-то взрослого возраста и цветет так. Запах у нее начинается с вечера. Обалденный цитрусовый. У нас вчера был очень теплый день. И я их поливала на ночь. И запах здесь был просто обалденный в 7 часов вечера. Здесь расцветает тоже Ванда. Еще она не набрала свой цвет. Ванда Мэмори Кэтвин. Расцветает Фаюс. Очень люблю это сочетание. Очень люблю Фаюс. Фаюс Танкер Вилли. Думаю, что уже многие знают. Уже у многих есть в коллекциях. Солнышко у нас встает. Раннее утро. Много сейчас, что зацветает. Весна. Также цветет и пахнет. Энциклия Кохлеата. Вторая псевдобульба так и не набрала свой цветонос. Ну, а этот цветет своими осьминожками и цвести будет еще очень-очень долго. Цветет также в конце сентября Ринантера. Она только начинает открываться. Еще не открылись полностью все цветочки, но уже можно их рассмотреть. Это Ринантера Робин Муссолина. Гибрид. Гибрид между двумя природниками. Нравится мне Ринантера. У них такой яркий красный, насыщенный цвет. Смотрится даже такими как-то как бархатные немножечко. Такой разветвленный большой цветонос. Долго она будет свистеть. Вот название. Кому интересно такое вот название. Запаха я не слышу. Тут, кстати, Амезиэлия Африкана. Я ее показывала, наверное, в позапрошлом, наверное, видео. И она еще не открыла полностью свои бутоны. Очень она медленно их наращивает. Ну и цветочки такие прям свеженькие-свеженькие. Долго, наверное, она будет их держать. Пока что не вижу никаких новых ростов здесь. Ну, цветение немножечко, пару цветочков было очень влажно. И она их в самом начале отсушила. Ну, эти вот держатся и открываются. пошел процесс. Ну и у нас сейчас весна. Мои катасетумы я повесила все сейчас вот так вот на верхней полочке. У меня пока что они все под навесом. Но они начинают уже наращивать свои новые ростики. Я, наверное, их пересаживать не буду. Такие вот новые ростики. Были муравьи на новых ростиках. Я их всех опрыскала. Все по-разному. У кого-то побольше новые росты. У кого-то вообще ничего нету. Ну, в общем, будем смотреть. Ну, и напоследок я хочу вам показать. Расцвела у меня орхидея диза. Наконец-то вот полностью открылся сегодня этот первый цветочек. Сказать, что я очень рада, наверное, это ничего не сказать. У меня их три. Если кто помнит, я вот их купила три штучки и они все в бутонах. Наверное, уже полностью их цветение я покажу в следующем выпуске цветения у моих орхидеях. Очень красивое. Ну, на этом, наверное, закончу. Всем мирного неба над головой, солнышко и цветение ваших орхидей. Пока!